Девушки отдыхают Мы хотим... Семинары, которые мы проводим, фундаментальны. В том смысле, что они помогают людям начать, дают им верное направление, предоставляют нужную информацию, если вы захотите копнуть глубже. Но мы смотрим на эти служения, как на те, как я недавно объяснял, которые станут прорывом вперед, запуском. Вот что я имею в виду. Есть вопросы, которые нам нужно обсудить и рассмотреть, и которых мы не касаемся во время стандартных семинаров. Извините. Мы хотим продолжить разбираться в этом. Это больше... Каждый человек состоит из трех частей. Дух, Душа и Тело. Когда мы начинали, из-за того, что была необходимость научиться исцелению, мы начали с ТБИ. Другими словами, Бог показал нам, мы искали информацию об исцелении, истину об исцелении, и Бог дал нам эту истину. Потом мы увидели, что это работает, и я начал спрашивать, «Господь, почему это работает так, как работает? В чем секрет этого? Почему это работает так хорошо?» И тогда Он показал нам то, что мы назвали «Новый человек». Новый человек — это познание Духа и того, кто вы во Христе. И когда мы начали делиться этим, люди стали расти быстрее, и получали результаты даже лучше и быстрее. Потом я сказал Богу, «Хорошо, это замечательно, но что нам нужно сделать, чтобы люди этим пропитались, чтобы они этим жили, а не чтобы это было от случая к случаю?» И сразу же Он показал мне Римлянам 12 главу и дал нам обновление разума, что единственный способ, как изменить свою жизнь, это через обновление разума. Римлянам 12.1.2.3 Итак, когда мы изучали обновление разума... «О, у меня есть уже один, просто он мне пока не нужен. Спасибо, благодарен вам». «О, там тоже, со всех сторон. Вот если бы это была кола, было бы вообще здорово». Мы изучали обновление разума, потому что вы можете знать, кем вы являетесь, но пока ваш разум не обновится... Видите ли, знание не означает обновление. Вы должны быть обновлены в разуме. И Библия даже говорит, что мы должны быть обновлены духом ума нашим. И я начал углубляться в это, потому что Библия полна деталей. А если вы будете игнорировать детали, часто то, что вы пытаетесь сделать, не сработает. Так что я начал обращать внимание на детали. «Нет, лучше не надо, меня в этом не поддерживают». Он принес мне колу. Итак, обновление разума. Большинство людей никогда по-настоящему не обновляют свой ум, потому что они пытаются делать это за один раз в неделю. Они приходят в церковь по воскресеньям, ожидают, что услышат что-то за проповедь в 30-40 минут, если только не в мою церковь, у нас проповеди по два часа. Вы не сможете обновить свой разум за 30-40 минут в день или в неделю, тогда как остальные дни недели ваш разум откатывается назад из-за того, что вокруг вас. Так что это должно стать процессом. Я начал понимать, я смотрел на разные объединения, которые на самом деле делали то, что мы считаем обновлением разума. Просто обновляли ум не по Библии. Обновление разума вы действительно можете увидеть в таких объединениях, как армия. Возможно, в этом они лучше всех. Когда вы попадаете в армию, вы проходите основное обучение, и в течение 6-8-12 недель, зависит от рода войск, 24 на 7 ваш разум будет обновляться, чтобы вы стали солдатом или морским котиком и так далее, смотря в какое подразделение вы попали. Все проходят через обучение. Почему? Потому что нужно, чтобы у каждого было одинаковое мировоззрение, понимание. После прохождения обучения, вы возвращаетесь домой уже другим человеком. И все смотрят на вас и говорят, «Вау, как ты изменился». Да, вы изменились, потому что вы обновили свой разум. Потому что сейчас вы не просто в составе морской пехоты, вы и есть морская пехота. Но, к сожалению, слишком много людей в церкви ходят в церковь, но никогда не становятся церковью. Вы понимаете это? Их разум не обновлен. И вот что хорошо, и особенно в той деноминации, в которой я рос, они двигались в этом направлении, но они не знали, как в действительности это сделать. Они делали лучшее, что могли на то время. В большинстве случаев это означало, «Прибывай в слове как можно больше, читай, 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 изучай слово, купи записи на кассетах». Это когда я начинал. Теперь им по три, сиди и так далее. Пусть они проигрываются постоянно. И это, опять же, очень хорошо. Но есть определенный процесс обновления ума. И именно это я начал искать. И я сказал, «Господь, Ты повелел нам обновлять разум». И на тот момент я сказал, «Но Ты не объяснил, как». Хотя я должен был бы понимать, что если Он что-то сказал сделать, то Он и объяснил, как. Но я этого не знал. Поэтому я спросил, «Как мы должны это сделать?» Я продолжил. «Потому что я не верю, что Твоим намерением, когда-либо было, чтобы мы по 20, 30, 40 лет пытались достигнуть того состояния, в котором Ты по-настоящему сможешь использовать нас, и когда мы станем теми, кем должны быть». Так что я начал молиться, начал искать, спрашивать, «Как мы можем обновить свой разум?» И тогда Бог повел меня к этому. Удивительно, но люди часто недоумевают. «Почему Бог тебе все это показывает?» Потому что я его спрашиваю, и я искренне хочу знать ответ. Но думаю, скорее всего, ключ в основном в том, что мне не важно, что я обнаружу в итоге. То есть у меня нет установки. Я приму истину, если она будет согласовываться вот с этим. Я прихожу к Богу и говорю, «Что бы это ни было, если ты хочешь разобрать все на части и собрать по-другому, я приму это. Мне не важно, какой будет эта истина». Когда я только начал изучать Слово Божие, я рос христианином, но когда я начал сам изучать Слово, то с самого начала я сказал Богу, «Мне не важно, что я обнаружу. Не важно, если я вижу, что свидетели Яговы правы. Я пойду за ними. Но я должен найти подтверждение этого». И что бы я ни нашел, я исследовал все, я изучал, честно говоря, все крупные религии. И не просто с христианской точки зрения, как купить христианскую книгу о какой-то религии. Я приобретал книги и самой этой религии и изучал их собственные книги. Я изучал буддизм, синтаизм, изучал индуизм. И исследовал все это. Это уже было 40 лет назад. И я изучал свидетелей Яговы, я читал о мормонах, я изучал все эти разные объединения. И я могу честно сказать, то, во что я верю сегодня, я верю, потому что я нашел подтверждение тому, во что верю. И не только через Слово Божие, хотя это основной текст, но я также убедился, что другие объединения ошибаются, потому что даже с научной точки зрения в них мало смысла. А Библия разумна с научной точки зрения. Библию можно доказать, ей можно найти эмпирические подтверждения. И я сейчас не о креационизме и тому подобное. Я имею в виду детали. Например, реинкарнация. Изучал это, нашел доказательства, что это не может быть истиной. Все эти разные вопросы я изучал. И причина, почему я верю в то, во что верю, не потому что так меня вырастили. Я верю в то, во что верю, потому что я исследовал это. И я исключил все эти другие религии. Но теперь проблема в том, что я верю Библии, что также исключает многое из традиционного христианства, или, точнее, современного христианства. Традиционное христианство на самом деле истинно. Это книга деяний. Но многое из того, что было после, неверно. И я начал изучать все это. Вот почему мне нравится Джон Лейк, потому что у него было научное мировоззрение, и он считал, что все можно доказать и испытать. И Дух Божий обладает осязаемостью. И когда я начал спрашивать Бога об обновлении разума, как это сделать, он вернул меня к бытию. Он сказал, «Тебе нужно начать правильно. Начав с неверной предпосылкой, невозможно закончить правильно. Нужно начать с верных исходных данных». Так что он повел меня в бытие первую главу, и затем показал мне 26-28 стихи, сказав, «Вот зачем я тебя сотворил. Я был научен церкви, что мы созданы прославлять Бога». Но Библия говорит по-другому. Библия говорит, что мы созданы для владычества. Вот в чем Божья цель. Он сказал, «Давайте сотворим человека, и до владычествует он». Вот и все, это начало. Должны ли мы прославлять Бога? Определенно, конечно. Но мы были созданы владычествовать над этой землей. Вот для чего мы были созданы. И если мы отклоняемся на любой угол от этого, то мы выпадаем из плана Бога. Так что первое, что мы должны сделать, это установить, в чем наша цель, зачем мы здесь. И после этого, все, что мы будем делать, придет в соответствии. Так почему мы должны прославлять Бога? Потому что мы осознаем, что, будучи верховными существами над этой землей, Он стоит над нами. Так что да, мы прославляем Его, чтобы подтвердить это. Но в том, что касается земли, как сказано в 113-м псалме, 24-м стихе, «Небо, небо Господу, принадлежит Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». Он написал это там черным по белому. И мы еще об этом поговорим. Итак, первое, что мы должны делать, это то, что я люблю... Повторюсь, возможно, я буду ссылаться на Джона Лейка на этом семинаре больше, чем когда-либо до этого, или, по крайней мере, за долгое-долгое время. Потому что он определил церковь на годы тогда. И сегодняшнюю церковь тоже. Но это потому, что он понимал. Он начал видеть это, и он не боялся говорить об этом, хотя он славливал много негатива после. Но если церковь собирается вырасти, чтобы стать телом Христа, то она не может продолжать иметь низшую позицию по отношению ко Христу. Другими словами, если Иисус сделал вас равными себе, то мы не можем действовать как низшие по чину и ожидать осуществить то, что Он ждет от нас. Так что должен быть рост. Джон Лейк называл это... Он сказал, «Есть прогрессия в сознании человека». И несколько раз он говорил, когда он рассказывал о людях... Например, я приведу для вас пример, чтобы было понятнее. Люди приходили в его комнату исцеления, он молился за них, но не было никакого результата. Когда я говорю «никакого результата», это не значит, что он помолился, сказал, «Сделайте, что не могли до этого, но у них не получалось». Нет, он знал, что когда он молился, это не шло в них. Потому что, когда вы возлагаете руки на больных, то, что вы им даете, это дух, это жизнь, вы даете им свет, вы даете им любовь. Потому что это то, кем является Бог. Это то, чем вы обладаете, и то, что вы вкладываете в них. Вы воскладываете руки на них, и эта жизнь входит в них. Но если вы молились за многих людей, или воскладывали руки на многих... Давайте поговорим о слоне в комнате. Бывает так, что, когда вы воскладываете руки на людей, вы чувствуете силу, но она останавливается прямо там. Она как будто не может пробиться дальше, и это обескураживает. И вы не хотите этого говорить, вы не хотите говорить, что с тобой не так, почему ты этого не принимаешь. Потому что мы обучаем людей пробиваться через это, и вы можете пробиться. Джон Лэйк в то время еще не... Он еще не достиг того уровня в тот момент, когда он мог бы сознательно пробиваться. Он шел к этому уровню, но он еще не дошел до него, но он направлялся туда. Как будто он достроил дорогу до этой точки, и в течение лет у нас было откровение в теле Христа. И когда пришел я, это откровение между тем, где был Джон Лэйк, и где оказалось тело в этот момент, эту информацию я приобрел, будучи частью группы, в которой был. И поэтому, когда я смотрел на него, я понимал, о, вот что он делал. Так что мы смогли, там, где была остановлена дорога, мы смогли продолжить строить с этого места и далее. Мы продолжили этот путь. Сегодня мы научились, как прорываться дальше, чтобы, когда течение останавливается, мы не стали просто отходить и словами, что с тобой не так. Хорошо, и ответ — да, обычно что-то не так с этим человеком. Что-то в нем блокирует это. И Джон Лэйк понимал это, и он говорил. Вот как он говорил об этом. Он использовал такое определение. Он никогда не говорил, что это грех блокирует это. Он никогда не использовал все эти другие человеческие традиции. Но вот что он делал. Он говорил, «Я молюсь за этого человека, и я чувствую, что он не принимает». И он объяснял это так. Он понимал, что его душа была закрыта. Или он использовал другой термин. «Его сознание было закрыто». Что значит, в большинстве случаев, что эти люди не знают, как принимать. Иногда бывало так, что он молился за кого-то, и я сейчас вспомнил определенный случай. Была женщина. Вообще-то было два разных случая. Один с женщиной, другой с мужчиной. Когда он возлагал руки, и ничего не происходило, и он не мог пробиться сквозь это. В комнатах исцеления было много людей, и он молился за каждого по отдельности. Но если кто-то не принимал тогда, если не исцелялся, или не было заметно разницы, то часто он говорил, «Хорошо, идите с моей женой в смежную комнату, и она помолится с вами там». И она уводила этого человека в ту комнату, и пока она молилась за него, часто ей приходило слово знания, и она говорила, «Вот что я слышал». И не всегда дело было в грехе. В одном конкретном случае мужчина растратил 5000 долларов, и она сказала, «Мне приходит число 5000, 5000 долларов». И мужчина упал, «Да, я украл у моего работодателя». Она ответила, «Хорошо, выпишите чек». Он выписал чек на 5000 долларов, и когда он его подписывал, он исцелился. Кто-то скажет, «Но Карри, ты учишь, что грех не может остановить исцеление». Нет, послушайте, грех не останавливает силу Божию. Грех останавливает вас, чтобы не верить Богу. Вы понимаете это? Итак, когда он возлагал руки на них, была какая-то пробка. Почему? Потому что этого человека было чувство вины за грех, который он знал, что он совершил, и потому что он чувствовал, что Бог не исцелит его из-за этого греха. Пока он не разберется с ним, Бог его не исцелит. Но сегодня мы знаем. Нам нужно осознать, и это замечательно. Эти люди, жившие сто лет назад, хотите верьте, хотите нет, но мы знаем больше, чем они. Я не говорю лично я, но я говорю о теле. Тело продвинулось намного дальше, чем где был Смит Вигглсворт, в том, что касается знаний. Проблема в том, что тело не трансформировало, не переделало, или скажу так, тело Христа не было способно перевести знания, которые у нас есть, переменимую силу. Но когда мы сможем, вы даже не вспомните про Вигглсворта, про Джона Лейка. Почему? Потому что мы уйдем намного дальше, и в этом состоит Божий план. Так что не будет для вас неуважением говорить, «О, Джон Лейк, мы его превзошли». Это не будет неуважением. Это то, чего он хотел. Но, что более значимо, это то, чего хочет Бог. Бог хочет, чтобы мы шли дальше предыдущего поколения. Если церковь не превосходит предыдущее поколение, мы идем назад. А если пятится назад, мы никогда не вырастем, чтобы стать похожими на Христа. Божий план, чтобы мы выглядели, говорили, действовали, поступали, как Иисус, во всех сферах нашего характера и природы. И это непросто. Мы не будем в это углубляться, но я размышлял над этим недавно. Вот что должно быть сделано. Потому что, помните, мы говорим об обновлении ума, и как это можно сделать, потому что это невозможно осуществить малыми шагами, скажем, за 30 минут в неделю. Это осуществляется через погружение. И вот почему я говорю, что большинство людей никогда не обновят свой ум. Потому что большинство людей никогда по-настоящему не погрузится, чтобы сделать это. У них есть работа, я это понимаю. Вы должны работать, потому что у вас нет той возможности, как при поступлении в армию, когда вы приезжаете, и вас кормят, поют, дают все необходимое, пока вы обновляете свой ум. У большинства людей нет такой возможности. Но есть и обходные пути, потому что это не или-или. Вы либо уделяете этому 30 минут в неделю, что на самом деле не работает. Скажу вам так. Вот что делает проповедь за 30 или 45 минут или час раз в неделю. Она рассказывает вам, каким вы должны быть, но никогда не объясняет, как этого достигнуть, что означает, что она просто вешает на вас еще большее осуждение, вину и разочарование. Обычно все так и бывает. А потом кому-то это встает поперек горла, и он говорит, я больше так не могу. И он либо уходит от церкви, от Бога, или принимает решение. Я уйду с работы и буду это делать. И последних мы потом узнаем. Это стандартный вариант. В противном случае вы просто остаетесь в религии, остаетесь чувством вины и осуждения. Учитесь, 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 и чем больше вы учитесь, и чем меньше исполняете, тем глубже становится чувство вины и осуждения. Отправная точка в моей жизни, я потерял дочь. В тот момент все остальное было неважно. Я прекратил все. Я устраивался только на ту работу, где я мог бы изучать. Я устраивался туда, где я мог бы быть один по ночам. В производственных помещениях. Это был завод по очистке воды. И все, что я должен был делать, это брать пробу воды раз в час. И каждую ночь, пока я там работал, я использовал эти 8 часов, чтобы обновить свой разум, по Слову Божьему. И все мои обязанности были в том, чтобы смотреть за приборами, чтобы ничего не взорвалось. Если брать пробу регулярно, все будет хорошо. Так что в течение 8 часов все, что я делал, это изучал Слово Божье без перерывов. 8 часов изучал, изучал, изучал. Люди, глядя на меня, думали, что я одержим. Я делал все, чему меня научили. Я исповедовал Слово, я изучал Слово Божье, я смотрел древнегреческий, еврейский оригинал, я разбирал каждую часть. Я созванивался по телефону со своим лучшим другом, который тоже работал на заводе по очистке на расстоянии почти в 130 километров. И когда мы выходили на смену, кто приходил и был готов первым, звонил на соседний завод. И если там все тоже было готово, тот отвечал. А если нет, перезванивали позже. Но когда все наконец было готово, мы начинали, мы звонили друг другу, и мы действительно разговаривали всю ночь по телефону, обычно с 11 вечера до 7 утра. Потому что никто... Мы взяли эту смену, потому что в это время никого не было на заводе. Днем было бы полно людей, и мы не смогли бы разговаривать часами. Так что мы взяли эту работу, чтобы приходить туда и изучать. Когда нам нужно было делать обход, раз в час, что занимало около трех минут, мы разговаривали по телефону, изучали Библию, это был кабельный телефон, еще до сотого. Мы договаривались, хорошо, пошли на обход, потому что нам обоим надо было их делать в одно время. Мы говорили, вернусь через минуту. Клали трубку рядом с телефоном, не вешали, просто клали. Шли на обход, снова убрали трубку. Ты уже вернулся? Нет? Ну ладно, посижу, подожду. Или он ждал меня. А потом он тоже брал трубку. Ты тут? Хорошо, давай дальше. И мы продолжали изучать. И мы углублялись в то или это. И в то время он знал Писание лучше, чем я. Итак, я разговаривал с Богом. Что-то приходило. Я верил, что это от Бога. Я говорил это ему, и он отвечал. Да, есть такое местописание, и оно говорит об этом. Я думал, правда, где? И вот так мы общались, мы разбирались в этом. Иногда он говорил, но кто-то может вот что сказать по этому поводу. Хорошо, вот какой у меня будет ответ для него. Мы всегда искали, как то, что мы находим, можно опровергнуть, потому что мы хотели разбить это сами, прежде чем кто-то другой это сделает. А если мы не можем сделать это, значит, это истина. Так что мы разбирались, изучали. Вот так мы обновляли свой ум. Это все, что мы знали об этом. Держать Библию перед глазами, слушать, читать Слово, слушать что-нибудь. Тогда у нас были песни, которые были точно по Писанию. Видите ли, в то время песни, я скажу это прямо, в то время песни, которые мы слушали, в действительности питали наш дух, а не наши эмоции. Большинство современных песен про славления питают эмоции, а не дух. И они больше нацелены на то, чтобы вы что-то почувствовали, чем на то, чтобы вы узнали и стали кем-то. У нас были такие люди, как Дэвид Инглос, Дон Франциско, Кит Грин. Это то, что мы слышали постоянно. И, конечно, был еще Стив Кэмп и так далее. В большинстве своем отличные произведения. И мы слушали их, и эти песни почти полностью были по Писанию. Мы постоянно обновляли свой ум, мы исповедовали Слово. И вот, что очень важно, вот почему я заговорил об этом. Потому что, если вы собираетесь идти вперед в духовном, то это будет похоже на тренировку. Если вы собираетесь тренироваться в зале, или вы собираетесь идти в армии, то есть определенная форма, как это делать, правильный способ. Если вы собираетесь сжать штангу лежа, то есть определенный способ, как это делать. И если вы будете делать это правильно, то ваши мышцы будут расти правильно. Но если вы халявите или делаете неправильно, то ваши мышцы не будут расти так, как нужно. Так что есть определенный метод, основанный на том, как работает ваше тело, и вы не можете обойти это. Есть правильный способ это делать. Почему? Из-за строения вашего тела. И есть правильный способ, как расти духовно. Почему? Из-за того, как был создан ваш дух. Бог сотворил наши духи. Он создал наши души, наши тела определенным образом. и есть определенный способ, каким мы должны их использовать. И главное в том, чтобы, во-первых, понять, что вы дух, у вас есть душа, и вы живете в теле. Когда вы это поймете, и это значит, что дух на первом месте, душа на втором, тело на третьем. А это значит, что, согласно порядку, вы должны ходить духом, что означает, что ваш дух теперь должен контролировать вашу душу, которая является также вашими эмоциями. Потому что у духа нет настоящих эмоций самих по себе. Так что ваша душа должна быть приведена в соответствие с вашим духом, что называется обновлением ума, прежде чем вы на самом деле сможете обучить свое тело соответствовать Слову Божьему. Когда я говорил «прежде чем», я не имел в виду годы, я говорил о порядке действий. Ваш дух был создан правильно. Когда он был воссоздан, он был сотворен совершенно, по образу и подобию Христа. То, что в вас, в вашем духе, не будет изменяться, если вы рождены свыше. Это изменение в вас уже произошло. Но вот что должно измениться – ваша душа. И в вашей душе вы должны пленить каждую мысль в послушании Христу. Пленить каждую мысль в послушании Христу – это и есть обновление ума. Это одна из частей обновления ума. Другая часть обновления ума – это вкладывание правильной информации. Так что частично – это быть уверенным, что вы защищены, не давать плохому просачиваться в вас, не давать им правильным вещам проходить внутрь, но вкладывать правильно. И все, что пытается прорваться внутрь и не является верным, вы пленяете и говорите «нет». И дело не в том, когда просто «О, я не обращаю на это внимания». Нет, не так. Вы не можете просто не обращать внимания. Вы должны пленить это, говорит Библия. Библия не говорит «Игнорируй», она говорит «Пленяй». Так что вы должны принять это решение. Нет, это неправильно. Вот истина. И сейчас эта мысль преклонит колени перед ней. И когда вы это сделаете, вы перестаете продолжать сражаться с этой мыслью. Причина, почему вы продолжаете сражаться с мыслями, в том, что вы никогда не пленяли их, вы продолжаете позволять им тревожить вас. Так что вы должны пленить их. И это предполагает процесс. А это значит, что с вашей стороны должны быть приложены усилия, чтобы на самом деле пленить их. Но вот что главное. Многие люди говорят о... И, возможно, вы слышали, как я говорил об этом раньше. Церковь перевернула это с ног на голову. Мы говорим, что у нас есть знания в голове, которые должны стать знаниями в сердце. Но истина в том, что у вас есть знания в сердце, которые должны стать знаниями в голове. Бог воссоздал ваш дух, он сделал его правильно, и информация, которая заложена в нем, должна стать знаниями в голове. Почему? Потому что сказано, что ваш разум должен быть обновлен. Итак, сердце право, дух прав. Это ум должен быть обновлен. Так что это не должно перейти из головы в сердце. Это должно подняться из сердца в голову. Это и есть обновление ума. Когда ваш ум, душа, начнет приходить в соответствии с духом, теперь из-за того, что дух течет из духа через душу, из тела вовне, вот как он течет. Если я возложу руки на человека, и особенно если я молюсь и говорю, будь исцелен, то вот что происходит. В этом есть две стороны. Из моего духа исходит истина, что Бог хочет, чтобы этот человек был исцелен. Из моего духа поднимается эта истина, она переводится в моем уме, потому что в духе я не говорю по-английски. Неважно, какой у вас родной язык, в духе вы не говорите на нем. В духе вы говорите духом. Язык духа... Многие бы сказали, что это языки. Это вокализация языка духа. Но это не сам язык духа. Язык духа... Поймите это. Язык духа — это знание. Вы понимаете? Язык духа — это знание. Потому что в духе вы не вычисляете что-то. В духе вы знаете. Вот так просто. И это знание всегда там. И Библия говорит в 1 Иоанна 2 главе 20 и 27 стихе. Вы знаете все. Вы уже знаете все. Проблема в том, что вы не знаете, что знаете все. А если вы не знаете, что знаете все, вы не сможете знать все в своей жизни. Так что, во-первых, вы должны узнать, что вы знаете все. И тогда это начнет проявляться в вашей жизни. Вы понимаете? Это нужно записать и пересказать мне, потому что я не уверен, что смогу это повторить. Но в вашем духе есть эти знания. Знания. Не догадка, не вычисление. Знания. Вот почему, когда Павел... Слово Божие — это дух. Иисус сказал, «Мои слова — свой дух и жизнь». Почему? Потому что он был Словом Божьим. А Слово Божие — это жизнь. Дух и жизнь. Павел часто, много раз говорил, «Знай это». «Знай это». И часто, когда он писал «Знай это», он не говорил, «Я знаю, что вы уже знаете, исходя из этого факта, что вы знаете». Нет, он писал, «Знайте, зная это». Так что он писал им «Знать». Почему? Потому что они уже знали это в духе. Но он говорил им, «Слушайте, возьмите это из духа в вашу душу. Вложите это в себя». Когда вы берете это из духа и вкладываете в душу, то теперь две из трех ваших частей работают вместе. Так что по-настоящему ключ к обновлению ума, коль скоро это касается ума, в действительности ключ к тому, чтобы это впиталось в вас, чтобы стало реальным, это включить в этот процесс в ваше тело. Потому что вы состоите из трех частей. Вы три едины, созданы по образу и подобию Божьему. Отец, Сын и Дух Святой. Дух, Душа и Тело. Это как отражение. Из-за этого, когда вы начинаете кому-то служить, если я собираюсь служить человеку, то это будет идти из моего духа. Но это должно быть переведено через мою душу, особенно если я буду что-то говорить. И это знание должно пойти в мою душу. И моя душа должна перевести это в слова, которые я понимаю. Так что языки, технически, не являются языком духа, но его вокализацией. Так что, когда вы вокализируете язык духа, вы говорите на языках, но потом Павел пишет, «Это хорошо, я рад, что вы молитесь на языках, но в церкви было бы лучше, если бы вы что? Пророчествовали. Что это значит? Было бы лучше, если бы вы истолковывали язык этого знания и произносили, что в нем». Он писал, что недостаточно просто говорить на языках. Потому что, когда вы говорите на языках, «Да, ваш дух назидается, но ваша душа остается без пользы, ваш ум остается без плода. Это вам не помогает». Так что ключ в том, чтобы уметь брать это из вашего духа в вашу душу, чтобы ваша душа могла перевести это в язык, который люди могли бы понять и сказать. Вот что вы делаете. Вы на самом деле изменили. Не изменили, перевели. Это духовную энергию, которая есть знание, в утверждение. Позвольте спросить у вас. Если вы собираетесь... И одна из причин, почему часто, когда люди действуют пророчествуя, вы можете заметить человеческую часть, что важно, потому что из-за этого мы судим пророчества. Так что мы должны судить их, потому что в них есть человеческий элемент. В Ветхом Завете не было этого человеческого элемента. Они просто повторяли точно то, что слышали. В Новом Завете есть человеческий элемент, потому что теперь Дух в нас, а не просто на нас. Мы не просто слышим, теперь мы знаем. Так что мы должны уметь переводить это. Но наша душа должна быть обучена так или обновлена так, чтобы мы могли переводить это верно. Но часто вы видите людей, которые действуют в пророчестве, они говорят что-то типа... Давайте вот что у вас спрошу. Я понимаю, это выглядит, как будто я остановился прямо на середине. Если вы знаете что-то, будете ли вы задавать вопросы? Нет. Если вы знаете, вы говорите, утверждаете. Верно? Вот почему, даже когда вы видите пророчество в действии, если человек спрашивает, «В вашей семье есть кто-нибудь с таким именем? Или это имя для вас что-нибудь значит?» Потому что все это вопросы. Почему? Это показывает человеческий элемент, и этот человек делает шаг за, но в то же время это человеческий элемент. Но если Бог дал вам имя Мэри, то есть если вы действуете в пророчестве, вместо того, чтобы говорить, «Имя Мэри что-нибудь для вас значит?» Хорошо, как вы получили это имя? Вы его выдумали? Или оно пришло? Потому что, если оно пришло, то это знание. Если это знание, то вы не задаете вопросы, вы говорите, «Имя Мэри». Вы можете спросить, «Как это относится к вам?» Но если Бог мог дать вам имя Мэри, то это имя, вам не обязательно задавать вопрос, вы делаете утверждение. Это понятно? Потому что знание — это утверждение, а не вопрос. Вопрос — это гадание. Я понимаю, как мы это используем, но я хочу сказать, если мы собираемся вырасти, тогда нам нужно быть способными говорить это, и это должно исходить от нас, как утверждение. Но это значит, что мы должны перевести нашу душу в соответствии со своим духом. Обычная причина, почему мы задаем вопрос, в том, что где-то копошится сомнение. Ладно, если я задам вопрос, и кажется, что я не прав, то это ничего страшного. Но если я что-то утверждаю, то лучше мне оказаться правым. Так что вы должны сделать выбор. Это прыжок, когда вы решите, «Знаете что? Я не буду слушать эти сомнения, я буду говорить утверждениями». Почему? Потому что вы уже знаете все. Хорошо, да, скажу это так. Пророческое слово не будет к вам приходить. Оно будет исходить из вас, и оно в вас еще до того, как вы решили его сказать. Другими словами, Бог не дает вам что-то новое. Он не ждет, пока вы придете в эту точку, чтобы Он дал вам это слово. Вы уже знаете все. Если вы знаете все, то это не слово приходит к вам, но вы уже знаете это слово. Оно в вас. Вы просто не знали, что вы его знаете. И когда возникнет необходимость, ваш камертон оказывается рядом с камертоном этого человека. Они оба начинают вибрировать с одинаковой частотой. И теперь это слово выходит для этого человека, но оно уже было в вас. Оно было там с тех пор, как Дух Святой поселился в вас. Почему? Потому что в тот момент Он вложил в вас ум Христа. Но это не тот же момент, когда вы начали ходить в разуме Христа. Вот когда вы начинаете ходить в разуме Христа. Это когда вы на самом деле начинаете говорить, знать и делать то, что Он говорит. Чтобы возрасти во Христа во всем, согласно Эфесянам 4 главе, единственный способ, как этого добиться, единственный способ обновить свой ум, видите ли, единственный способ ходить в разуме Христа, это обновить свой разум. Почему? По Слову Божьему. Что является чем? Умом Христа, записанном в тексте. Но записанный ум Христа, когда он в вас, и вы обновляете свой ум согласно Ему, теперь жизнь в Духе в этих словах. Это почти как слово. Видите, моя рука здесь, но не здесь. Она в трех измерениях здесь. Вот здесь будет моя рука, вот здесь тоже моя рука, а здесь ее нет. Это понятно? Довольно просто. Моя рука в этой точке пространства. Но Слово Божие — это не чернила на бумаге. Слово Божие — это не просто чернила на бумаге. Она не только вот здесь. Слово Божие — это как если бы... Если бы моя рука была отсюда, аж досюда, одна большущая рука. Понимаете? То, что вы знаете, — это вот это. Но когда вы обновляете свой ум, вот почему вы обновляете свой ум. Но вот это все приходит вместе с этим. Кому-нибудь из вас это понятно? Я понимаю, но не знаю, получается ли у меня это высказать, чтобы вы поняли. Я однажды слышал, как один служитель сказал, «Слово Божие — беременной информацией». И каждый стих в Библии беременен. И если вы будете размышлять над этим, он будет продолжать приносить и рождать новые откровения. Это истина. Но они всегда будут следовать за изначальным откровением. Они всегда будут связаны. Они не уйдут в крайности. Чем дальше вы углубляетесь, не должно становиться все стороннее, должно становиться сильнее. Это понятно? Итак, ключ к обновлению своего ума — впитать в себя Слово Божие, чтобы у него было с чем работать. Итак, ваш дух был воссоздан. Он был сотворен совершенным и завершенным во Христе. Ничего не нужно добавлять к вашему духу. С этой точки вы теперь начинаете обновлять свой ум по Слову Божьему. Вот что происходит. Вы вкладываете в ваш ум то, что уже есть в вашем духе. Потому что то, что в вашем духе, это то же, что в этой Библии. Это уже в вас. Потому что вы должны помнить, что раньше, до того, как у людей появились в Библии, у апостолов и учеников все, что у них было, — это дух Божий, инкапсулированный в них, но в словах, которые говорил Иисус, которые они слышали от Иисуса. Так что Духу Святому приходилось использовать это, чтобы... Вот почему сказано, что он напомнит вам все, что я говорил вам. Это слова Иисуса. Задачей Духа Святого было взять то, что говорил Иисус, и привести это вам на память в этом случае, в этой ситуации. Так что должна быть глубина откровения. Но это всегда должно соответствовать тому, что Слово Божье уже сказало. Так что ваш дух был воссоздан в вас. Он возродил самого себя в вас, сотворил в вас. И потом вы начинаете приводить свой разум в соответствие через знание Слова Божьего, правильно понятого, верно преподанного. Не ложная доктрина, но точно так, как оно говорит, согласно изначальному замыслу автора. И вы изучаете это. И теперь Дух Святой может использовать это, чтобы открывать вам больше. Извините. Когда ваш разум будет обновлен до какой-то степени, Дух Святой будет использовать это больше и больше. Но то, как он бывает захвачен, вам нужно включить в этот процесс тело. Извините еще раз. Вам нужно вовлечь в это тело. Вот почему требуется действие. Вот как я обычно это объясняю. Мысль, Слово, Дело. Мысль, Слово, Дело. Мысль исходит из Духа, идет в душу, становится Словом, а затем вы должны к этому приложить Дело. И тогда у вас будет мысль, Слово и Дело. Теперь у вас Дух, Душа и Тело. Все работают вместе над одним. И в этот момент вы захватили это. Эта истина запечатлена в вас. И теперь она стала законом того, как вы живете. Кто-то скажет, что закон, не люблю законы. Тебе же хуже. В Библии есть законы. Так все устроено. Есть закон веры, есть закон Духа, закон Духа, жизни во Христе Иисусе, есть закон греха и смерти. Есть разные виды законов в Библии. И только потому, что кто-то говорит, «Ой, я не люблю законы», то это просто показывает, что ты незрелый, и ты не изучал, что такое закон. Я не говорю о десяти заповедях, я говорю о законах, которые Бог установил. Закон сияния и жатвы — это закон. Так что вы должны смотреть на это так, как об этом сказано. Итак, ваш Дух был воссоздан, вы были рождены свыше, по-настоящему рождены свыше, по-настоящему спасены Богом. Затем вы начинаете обновлять свой разум. До той степени, до которой ваш разум обновлен, до этой степени вы действуете в уме Христа. Кто-то спросит, «Откуда мне знать, насколько мой разум обновлен?» Ваш разум обновлен до той степени, до которой Слово Божие диктует ваши ежедневные действия. Вот насколько ваш разум обновлен. Итак, теперь ваш Дух прав, он направляет вашу душу, ваша душа в процессе обновления, и теперь ваша душа начинает диктовать вашему телу, что делать. Когда-то ваше тело требовало алкоголя, или, например, наркотиков, а теперь ваша душа говорит, «Нет, тело, ты этого делать не будешь». И вы начинаете переучивать ваше тело. Как это было у меня. Если я иду в магазин, если я захожу в торговый центр, возможно, я в нем раньше никогда не был. И это, кстати, показывает, насколько много вы уже знаете. Потому что, когда я захожу в магазин, например, продовольственный, я, возможно, никогда в нем не был до этого, но даже если я буду занят разговором с кем-то, я буду идти прямо к отделу с Кока-Колой. Мне даже останавливается, не надо искать, «Где тут кола?» «Мне не надо. Почему?» Бездна бездна призывает. Видите, ваш лимит того, что вы знаете, ограничен лишь тем, что вы думаете вы знаете. Но вы можете знать все. Еще до того, как вы зашли в продуктовый, у вас уже был разум Христа. Вы можете зайти туда и так же, как вы можете знать, где стенд с Колой, вы также можете знать, как зовут кассира. Почему? Потому что это знание уже в вас. Как вы думаете, Иисус знает, как зовут кассира? Думаете, знает? Хорошо, но у вас разум Христа. Так что, если Иисус знает имя кассира, вы знаете имя кассира. Вы просто еще не знаете, что вы это знаете, и вы никогда не требовали этого. А раз вы никогда этого не востребовали, этого и не было. Но как только вы осознали, что вы знаете все, теперь вы можете востребовать все, что угодно. А почему, как вы думаете, Иисус сказал о дне своего пришествия, что даже он его не знает? Он сказал, что это в руках Отца. Он сказал, «Этого никто не знает, и даже я не знаю День Мого Возвращения». Помните это? Почему нет? Почему Иисус не знает? Почему Отец не сказал Иисусу? Потому что, если бы Отец сказал Иисусу, вы бы тоже это знали. А есть кое-что, что вы не хотите знать. Людей это раздражает. Но это неправильно. Все вопросы к Богу. Я могу сказать вам, я верю в демократию. Но церковь это не демократия. Церковь это не демократия, это теократия. Бог во голове. И то, что Он хочет открыть, Он откроет. И то, что Он хочет скрыть, Он скроет. И вы ничего не можете с этим поделать. Да, вы можете искать, можете добиваться, потому что есть кое-что, что Он не открыл, но вы можете искать, и Он откроет вам. Есть кое-что, что Он скрыл, но Он сказал, «Если ты этого хочешь, приходи и получи это». Но есть также другие вещи, о которых Он сказал. «Если ты спросишь у меня об этом, я тебе не скажу». Есть кое-что, что вам знать не нужно. Это не имеет никакого отношения к вашему существованию здесь и к вашему исполнению его и призванию на вашу жизнь. И мудрость — это знать, чего вы можете добиваться, а чего нет. Что важно, а что нет. Поговорите с ребенком. Для него все является очень важным. Но когда вы растете, вы учитесь. Хорошо, вот это не столь важно, а вот это важно. И вы можете узнать, насколько зрел человек, потому как он разбирается с делами и насколько много обращает внимания на это. Ключ в действительности в том, чтобы важное оставалось важным и не отвлекаться на то, что важным не является. И когда вы обновляете ваш разум... Надо глянуть время. Да, все хорошо. Когда вы обновляете свой разум, вы должны вовлечь тело в действие. Вот почему люди, которые знают много, они много что знают, или, скажем так, они много чему научены. Видите ли, Библия говорит о людях, которые всегда учатся, но никогда не доходят до познания истины. Вы можете изучать, но не знать. Вы это понимаете? В духе вы знаете, вы знаете все, но когда вы учитесь, есть люди, которые учатся, и то, что они изучают, они изучают неправильно. И из-за того, что они учатся неправильному, они никогда не приходят к познанию истины, того, что они в действительности знают. Так что они никогда не получают доступ к тому, что они на самом деле знают. Почему? Потому что если вас учат... Например, вы ходите в церковь, где учат, что времена силы прошли, Бог больше не исцеляет. Тогда ваше изучение... Вы учитесь, вы ходите туда, и вам объясняют, почему это не работает, почему этого не будет, почему Бог и так далее. Так что вы учитесь, вы просто не приходите к познанию истины. Вы понимаете это? Но то знание, которое у вас теперь есть, и которое не истина, будет держать вас на расстоянии от истины, и вы никогда не будете ходить в истине. Правда в том, что вы уже знаете истину, вы знаете, что исцеление — это истина. Вы знаете, что это должно быть и сегодня. Вы знаете, что оно для каждого. Вы все это знаете. Но из-за того, что ваш ум был настолько переобучен, что это не так, и потому что вы остаетесь в душе, остаетесь плотским, вместо того, чтобы быть духовным, из-за этого вы никогда не будете ходить в истине. Но когда вы начнете обновлять свой ум по Слову Божьему, оно будет правильно понято и верно преподано, вы начнете учиться всему этому. Видите ли, если Библия говорит, что эти люди всегда учатся и никогда не приходят к познанию истины? Разве это звучит как позитивное утверждение? Это негативное заявление. Он говорит, что он не хочет, чтобы люди постоянно учились, но не приходили к познанию истины. Так что суть обучения — прийти к познанию истины. Суть не в самом обучении. Знаете, когда «Ой, я стараюсь изо всех сил, я слушаю все», тогда ты так и останешься глупым. «Я не грублю, просто так и есть». Вы все больше и больше запутаетесь, больше и больше будете сбиты с толку. Почему? Потому что вы учитесь всему подряд, и вы никогда не приходите к утверждению. Знаете что? Вот что я знаю. Это истина. Большинство людей, многие люди, ответят, «Что ты можешь назвать, что ты знаешь как факт?» «Хорошо, я знаю, что это факт, что мои грехи прощены. Я знаю как факт, что я рожден свыше». Хорошо, пойдем дальше. Какую еще истину ты знаешь? «Ну, я знаю, я говорил на языках, я знаю, что это был не я, что этот дух говорил через меня, так что я знаю это». Хорошо, это еще одна истина. Но что насчет исцеления? Ну, тут я не уверен. Я слышал, что исцеление для всех, я слышал также, что исцеление только для некоторых. Иногда это воля Божья, иногда нет. Хорошо, вы неустойчивы в этой сфере. Вы не пришли к познанию истины. Это неправильно. Бог не хочет, чтобы так было. Он хочет, чтобы вы пришли к познанию истины. Если у вас это есть, это слабость. Возьмите эту слабость, идите и следуйте вопрос. Изучайте до тех пор, пока не скажете. «Знаете что?» «Вот что я знаю об исцелении». Я знаю, что исцеление для всех. Я знаю, что Бог хочет, чтобы все были исцелены. Я знаю, что нет причины, по которой не все могут быть исцелены. Я знаю, это как факт». Итак, когда вы достигнете этого состояния, знаете что? Вы будете видеть исцеление. До этого вы, может быть, видели исцеление периодически. Возможно, согласно уровню вашего знания. Согласно уровню вашего знания, воля Божия, вы будете переживать его волю в своей жизни. Если вы верите, что Бог иногда исцеляет, а иногда нет, то иногда вы будете видеть исцеление, а иногда нет. Но когда вы утвердитесь в этом факте, то вы будете видеть исцеление. Почему? Потому что вы не остановитесь до тех пор, пока оно не произойдет. Потому что вы знаете, что пока этого не случится, это неправильно. Так что вы продолжаете добиваться этого. Но вам нужно обновить свой разум к этому. Основная идея здесь в том, что, когда вы начинаете возрастать во Христа во всем, вы начинаете все больше и больше получать доступ к Его разуму, и вы увидите поток. Проблема в том, что люди берут этот дар... Хорошо, в 1 Коринфянам 12 главе сказано, Павел написал, «Не хочу оставить вас в неведении и о дарах духовных» в синодальном переводе. А в оригинальном тексте было сказано, «В неведении и о духовном». Но если вы прочтете дальше, там сказано, «Одному это дар, другому тот дар, иному такой дар». Но вы должны осознать, что все эти дары являются проявлениями Духа. Проблема в том, что мы подчеркивали термин «дар» больше, чем проявление. Итак, если каждый дар — это проявление Духом себя, тогда, и забудьте на минутку термин «дар», и давайте сфокусируемся на том факте, что это проявление Духа. Итак, если у меня есть Дух Божий, и я фокусируюсь на Его проявлении, я не фокусируюсь на даре. Если я буду фокусироваться на даре, я буду задаваться вопросами, а есть ли у меня дар или у меня нет этого дара? Но если я фокусируюсь на Духе, я говорю, «У меня есть Он». Тогда как Он хочет проявить Себя в этой ситуации? Если нужно исцеление, возможно, Он проявит Себя путем исцеления. Это будет дар проявления Его исцеляющего. Если Он хочет проявить Его знание чего-то, тогда, возможно, Он проявится через то, что мы называем даром Слова знания. Итак, Он будет проявлять Себя разными способами. Мы называем их дарами. И вот еще что. Мы были настолько сфокусированы на дарах. Почему? Потому что мы отделили себя от Христа. Потому что, если вы заглянете в Евангелие, вы нигде не найдете упоминания о дарах. Но, если вы пойдете в церковь, и там кто-то будет действовать в даре, мы уклонимся в разговор о дарах. «О, ты видел такого-то? Он действует в даре Слова знания. И это потрясающе! Видите, мы говорим о даре, нежели о том, как Дух проявился, чтобы помочь этому человеку с помощью этого Слова знания». Видите, вот почему сказано «люби Бога и люби своего ближнего». Не сказано «люби Бога, люби ближнего, и кроме того, фокусируйся на дарах, в которых ты действуешь». Он сказал «люби Бога, люби ближнего». Если ты любишь Бога и своего ближнего, Дух Божий будет проявлять себя через тебя, чтобы помочь твоему ближнему. Но если ты больше сфокусирован на том, чтобы приобрести дар, ты можешь быть обманут, потому что тебя могут водить разные духи. Так что вся суть в том, чтобы любить Бога, любить ближнего достаточно, чтобы позволить Духу Божьему в вас проявить себя каким бы то ни было образом. Многие люди, например, размышляют, «О, вот это слово «знание». Хорошо, это замечательное проявление Духа, и оно важно. Все они важны. Иисус проявлял все дары, кроме, вероятно, дара языков и столкования языков. Но даже тут сказано, что, когда он был возле гроба Лазаря, он скорбел, что является одним из определений, используемых для воздыхания неизреченных Духа, что похоже или является формой в говорении на иных языках. Так что даже в этом он проявлял этот дар, это проявление Духа, только в непривычной форме. Почему? У него не было нужды это знать. Почему? Потому что у него был ум Христа. Но вот, что мы начнем понимать, что, когда мы действуем в этих дарах, этих проявлениях, то, чем больше мы фокусируемся на Боге и людях, тем меньше мы будем сконцентрированы на том, в каком даре мы действуем. И тем больше мы будем фокусироваться на том факте, что Дух внутри нас проявляется, чтобы помочь им. Не для того, чтобы дать тебе кафедру, не чтобы сделать тебя знаменитым, не для того, чтобы дать тебе позицию в теле Христа, но для того, чтобы помочь людям. Так что дар, в котором вы, возможно, действуете, это дар не для вас, но для них. Это их дар, проявляющийся через вас. Это понятно? Итак, чем больше вы фокусируетесь на Боге, на любви к Богу и ближним, тем больше Дух будет проявляться. Если посмотреть на Иисуса, который был кем? Явленным Словом, явленным воплоти. Посмотрите на Иисуса, кем Он был. Он был в Любови, проявленной воплоти, потому что Он был явленным воплоти Бога. Поэтому мы знаем, что то, чего хотел Бог, Он тоже хотел. Бог есть свет, жизнь и любовь. Так что Иисус был кем? Светом, жизнью и любовью. Что Он сказал? Он сказал, вы должны любить Бога всем сердцем, разумом, душой и крепостью. И Он сказал своим ученикам, «Господь, они будут любить тебя и знать тебя, и знать, что ты любишь меня, знать, что ты любишь их. Если они знают, что мы в этом месте, то они поймут твою любовь». Итак, Он был явленной Любовью. Но Он также сказал, знаете что? Помните, кем является Бог? Любовь, свет, жизнь. Что сказал Иисус? Мы видели Его любовь. Я прощаю, я не осуждаю. Мы видели, как Он проявлял любовь. Но Он также сказал, «Я свет миру». Почему? Потому что Бог есть свет. И Он свет миру. Он сказал, «Пока я в мире, я буду светом, потому что приходит ночь, когда никто не может делать». Он имел в виду свою смерть. Так что Он является светом мира, и Он сказал, «Пока я здесь, я буду этим светом». И что Он сделал? Он открыл глаза слепому. Он дал зрение слепому человеку. Так что Он проявлял свет. И потом Он обернулся и сказал, «Я жизнь, я путь, истина и жизнь». Почему? Потому что Бог есть жизнь, и Он отражал Бога нам. Но вот что удивительно. Мы отделили себя от Христа. Мы смотрим на Него, потом смотрим на себя, и нам нужно осознать, что то, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Он соединил нас вместе. Так что теперь мы не можем смотреть на Иисуса, несмотря на отражение Иисуса в Библии. А в отражении Иисуса в посланиях вы видите себя. Как сказано в Иакова, человек смотрится в зеркало, смотрит на себя в зеркало, а потом уходит и забывает, каков он. И сказано, что Слово Божие — это это зеркало. Так что, когда мы смотрим в Слово Божие, мы смотримся в зеркало. Кого вы видите? Когда вы смотрите в зеркало, кого вы видите? Себя. Но то, что мы видим, — это Иисус. Так что мы, с точки зрения Бога, мы Иисус на этой земле. Он воссоздал Себя в нас. Мы были сделаны одним с Ним, едиными с Ним. Постят Его кости, плотят Его плоти. Мы одно с Ним. И вот что, опять же, удивительно в этом, что доказывает истину этого сегодня. Сейчас в науке есть так называемая теория двойственности, которая говорит, что в разных измерениях, и она доказывает, что есть много разных измерений, что в разных измерениях, что случается в одном измерении, может повлиять на что-то в другом измерении. И она дает пример, который мне нравится, потому что раньше я много играл в бильярд. Она говорит, что, если вы играете в бильярд в одном измерении, то это связано с другим измерением. Что, какой бы шар вы ни толкнули в этом измерении, шары на столе в другом измерении придут в движение, если измерения ссоединены вместе. Почему? Из-за теории двойственности. Другими словами, это теория зеркал, можно сказать так. Что говорит Библия? Она говорит точно то же самое. Почему? Потому что мы стоим тут, но мы посажены там. Так что мы в двух измерениях одновременно. Так что все, что мы делаем здесь, делается там. Хм, звучит как? Что свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Почему? Потому что если я свяжу или разрушу что-то здесь, это будет связано или разрешено там. Почему? Потому что это двойственно, мы соединены. Видите, я стою здесь, но я посажен там. Иисус выседает там, но он стоит здесь. Нет ни одной другой религии на земле, которая бы подтверждала наука. Христианство в совершенстве иллюстрирует, как Бог что делает. Проблема в том, что церковь до сих пор не ухватила христианства. Вот в чем проблема. Когда вы ухватитесь за христианство, это поднимет человечество до той степени, что у людей будет такое сознание своего владычества над обстоятельствами, тогда никогда больше у вас не будет такого, что вы начнете думать. Хотел бы я это сделать? Жаль, что я не могу. Я могу. Всегда могу. А не хотел бы я. Смит Вигглсворт говорил, что раз у вас живет «Я могу», вы никогда не должны говорить «Я не могу». Вот в чем суть. У нас есть «Я могу», не просто живущий, он не просто живет в каком-то месте в вас. Знаете, есть эта идея? Иисус занял пустое место в вашем сердце. Нет, это не так. Когда он поселился в вас, он полностью пропитал вас. Он проник везде. Знаете, даже прямо сейчас есть научные доказательства. Был человек, у него была болезнь в крови. У него взяли эту кровь, зараженную кровь, перенесли ее в другую комнату в пробирке. А потом люди помолились за этого человека. Кто-то возложил руки на этого человека в той комнате, и он исцелился от этой болезни крови. А потом, когда пошли проверять кровь в пробирке, она тоже оказалась чистой. В этой крови не было никакой болезни. Почему? Потому что они все еще были соединены. Вы понимаете это? Видите, если бы мы только... Это то, что Джон Лейк пытался донести людям, но мы настолько привязали к религии, можно и нельзя, так надо, а так не надо. О, давайте споем три песни, потом будет благословение, а потом мы пойдем в таком порядке. У нас есть вид благочестия, но мы отреклись от абсолютной силы Бога. Проблема в том, что, когда вы начинаете ходить в этом, люди станут смотреть на вас. Я знаю, что был один человек, кстати говоря, я очень его уважал, и он был потрясающим. Когда он рассказывал о том, где он был, а он двигался в силе очень мощно. Это было просто удивительно. Он определенно меня вдохновлял. И он двигался в силе. И он сказал... Он служил так в одной церкви, и кто-то пришел туда и сказал пастору, «Я думаю, что он колдун. Мне кажется, это колдовство». Пастор ответил, «Хорошо, я поговорю с ним». Он подошел к нему и сказал, «У меня тут есть люди, которые думают, что ты двигаешься в колдовстве». Он спросил, «Откуда они это взяли?» «Не знаю, пойду спрошу». И он пошел обратно к ним, «А почему вы думаете, что он колдует?» Ему сказали, «Потому что в нем слишком много сил. Слишком много силы». Пастор вернулся и передал это служителю. И он ответил, «Послушай, это просто от того, что эти люди не привыкли к силе Божьей. Они привыкли к тому, что Бога поместили в маленькую коробочку. Если он действует за пределами этой коробки, они думают, что это не Бог. Это доказывает, что они думают, что дьявол сильнее, чем Бог. Что дьявол может проявить больше силы, чем Бог. Он сказал, «Они просто не привыкли к этому». И когда мы начинаем это понимать, чем больше я углублялся в это, это удивительно. И это то, что Джон Лейк пытался сказать о людях из Нью-Эйдж, новой мысли и подобного. Он говорил, «Вот в чем проблема. Христиане боятся перейти черту, проведенную религией, думая, что ее провел Бог. Но это не Бог ее начертил, это люди, и эта черта проведена религией». Он сказал, «Но эти люди из новой мысли, они приходят, и они уже знают, что есть сила. Они уже видели ее проявление. Они уже знают, что определенные вещи происходят в духовной реальности. Но они просто не соединены с Богом, чтобы по-настоящему это делать. И как только он приводил их к рождению свыше, к наполнению духом, пониманию греха, прощения и тому подобное, основам, как только он приводил их к этому моменту, то они становились теми людьми, которых он позже обучал как техников божественного исцеления, которые зафиксировали 100 тысяч реальных исцелений, о которых мы все говорим. Большинство людей, которые участвовали в этом, они не были чистокровными пятидесятниками. Они были из новой мысли, Нью Эйдж, христианской науки, которые были по-настоящему обращены в реальное христианство. Они не были обращены в религию. Они были обращены в реальное христианство. И вот почему Джон Лейк был. Многие люди смотрят на него и говорят, ну, я не уверен насчет всего этого. Потому что это, знаете ли, слишком далеко заходит. Но факт в том, что Бог слишком далеко заходит. Мы еще не коснулись ни одной детали. Суть в том, что мы нашли один способ, который работает, и мы ожидаем от него, что он будет делать так же до конца вашей жизни. Давайте посмотрим на это с человеческой перспективы. Потому что я пережил эту часть на наопыте. Я скажу, что я имею в виду через минуту, потому что нам надо заканчивать. Можете ли вы представить себе... Хорошо, назову вам имена. Дам вам несколько имен. Можете ли вы представить, если бы вы были Чаком Берри? Кто знает, кто был Чак Берри? Объясню для молодых. Он был одним из основателей рок-н-ролла. Одним из первых рок-н-ролльщиков. У него было несколько песен, которые сделали его известным. Ладно, давайте лучше другую знаменитость. Элвис Пресли. Хорошо, у нас тут есть его фанаты. Я вырос на Элвисе. Ладно, расскажу вам историю. Когда я был маленьким, я имею в виду еще меньше, чем сейчас. Маленький. На самом деле, я не перестал расти. Я просто перестал расти вверх. Ладно, когда я был маленьким, мне было где-то 4-5-6 лет. Где-то вот в этом возрасте. В городе, где я жил, один из тех маленьких городков, там, где меня переехала машина, там был магазин пончиков, один из тех старых магазинов пончиков. Это было где-то в 1964 году или около того. Мои родители возили меня в магазин пончиков. И когда мы приходили туда, там был мужчина по имени Зик, владелец магазина. И он говорил мне, «Хочешь пончик?» О, да, потому что они были наисвежащие. Помните пончики Криспи Крим на ленте конвейера? Вот такие свежие. Он говорил, «Карри, если ты хочешь пончик, тебе нужно станцевать». Я отвечал, «Сейчас танцую». У них был музыкальный автомат. Меня поднимали на стойку, он включал песню, и я танцевал за мой пончик. А потом он еще стал говорить, «Карри, тебе нужно станцевать и спеть». Так что я танцевал и пел, и это было целое шоу там. И я получал пончик. И я выходил оттуда с дюшиной пончиков. Каждый раз, когда я танцевал или пел, я получал пончик. Хорошо. Но представьте, что Элвис... Он тоже много танцевал. У него было множество хитов. Но представьте себе, кого-либо настолько же знаменитого, у кого бы было всего один или два хита. Но представьте, ведь это те песни, которые сделали вас знаменитым. Как Элвис, «Хаунддог», «Донт Бе Крул», «Джилл Хаус Рот». Эти великие хиты. Особенно для тех лет. Наипопулярнейшие песни. А теперь представьте, петь эти три песни следующие 50 лет. Вам они будут хуже горькой редьки, да? Я спою для вас песню. Какую? Давай «Хаунддог». Ну, замечательно. А потом делать вид, что ему это нравится. Почему? Потому что вы знаете, что после того, как он спел эту песню в 50 тысяч раз, она немного устарела. Если вы слышали запись в своего концерта, он менял тексты в песнях. Почему? Потому что ему приходилось. Ему тоже хотелось получать удовольствие от своих концертов. Нет ничего хуже, чем певец, которому все это надоело. Все это знают. Но представьте Бога. Вот пришли пятидесятники. И мы решили, что вот так Бог исцеляет. И это единственный способ, которым мы позволяем ему это делать. Единственный. И теперь в следующие две тысячи лет Бог будет. Хорошо, сделаем это еще раз. И еще раз. Давайте споем эту песню еще раз. Разве мы не можем сделать это по-другому? И потом, в конце концов, люди начинают как бы ответляться. Знаете что? Бог может исцелять, когда мы играем на инструментах. Бог говорит, «Ну, наконец-то! Хоть что-то новенькое». Почему? Потому что мы держим его в коробке. Я не говорю о том, чтобы уходить в крайности, чтобы быть глупыми. Я просто хочу сказать, давайте осознаем, что Бог настолько велик, и Он больше той коробки, в которую мы его запихнули. И суть в том, что Он настолько велик, что Он может использовать даже нас, какими бы качествами мы не обладали. Если вы придете ко мне, я не буду. Если честно, вообще-то, я не слушаю ваши рассказы. В том смысле, вы мне их рассказываете, и я их слышу, но я стараюсь... Если вы собираетесь рассказать мне свою грустную историю, если вы больны, и вам плохо, то это грустная история, я это понимаю. Но я не собираюсь фокусироваться на грустной части, потому что это переведет меня на уровень моих эмоций, и я буду плакать с вами, и мне тоже будет грустно. Но вы не исцелитесь. Почему? Потому что это не то, как я служу. Если вы придете ко мне, чтобы я вам послужил, я буду использовать владычество и власть, то, как я был создан служить, то, как служил Иисус. Я буду говорить к этой болезни, я буду ее поражать, и она покинет ваше тело. И нет никаких если или иного в этом. И я понимаю, если вы хотите, чтобы я расчувствовался, пустил слезу и так далее, я это понимаю. И так будет, когда я буду слушать ту часть вашего свидетельства, что была до исцеления. Но если вы придете ко мне, я буду служить так. Вы можете прийти к кому-нибудь, кто только посмотрит на вас и заплачет. О, это ужасно. Это то, как они служат, это их личные особенности. Но поймите, личные качества не определяют Бога. Личные качества это просто то, какой ты, и Бог действует через тебя соответствующим образом. Что касается меня, через меня Он действует во владычестве и власти. Я здесь, чтобы сделать свою работу, исполнить ее, освободить вас и снарядить вас, чтобы вы могли делать то же и передать дальше. Вот в чем моя задача. Аминь? Я здесь не для того, чтобы сидеть, рыдать и плакать и размышлять о том, как это было ужасно. Почему? Потому что, возможно, это и было ужасно, но теперь вы с Богом. А если вы с Богом, то это уже неплохо, уже хорошо. Аминь? Давайте говорить о хорошем, давайте говорить о Боге, давайте говорить о том, куда Он нас привел, давайте говорить о будущем, а не о том, как все было плохо. Но если вы пойдете к другому человеку, у него может быть другой характер, может, он будет более эмоционален. И он может высвобождать веру таким образом. Если это так, замечательно. Если это то, что вам нужно, отлично. Но знаете, это как, если бы мы были здесь сегодня вечером, и скажем, Томми Ли Осборн проповедовал в одном районе города, проводя служение исцеления, а в другом районе был бы Уильям Бренном, тоже ведет служение исцеления, а в другой церкви еще бы вел служение исцеления, а Аллен, тогда знаете что? Вы бы могли выбрать, куда бы вы хотели пойти, чтобы исцелиться. Если бы вы пошли к Уильяму Бренному, он дал бы вам слово знаний и рассказал бы вам, как сильно Бог вас любит, и у вас появилась бы вера, чтобы исцелиться, и вы бы исцелились. Если бы вы пошли к Аллу, но он бы выхватил вас со стула, начал бы трясти или еще что, и вы бы исцелились таким образом. Если бы вы пошли к Томми Ли Осборн, он бы помолился над толпой, и все бы исцелились. Потому что это то, как они были обучены, то, как они действуют, и вы бы смогли выбрать, как бы вы хотели, чтобы вам послужили. Но знаете что? Сегодня тут только я и Томас. Так что вам придется принимать то, что мы вам дадим. Аминь. Если мы послужим вам, и вы исцелитесь, и вам не понравится то, как мы вам послужили, тогда, я уверен, у вас будет еще один шанс заболеть снова. И тогда вы сможете сходить к кому-нибудь другому, кто исцеляет так, как вам больше нравится. Или мы будем делать это так, как Бог использует нас. Аминь. И все, что я хочу сказать вам, найдите тот способ, которым Бог может использовать вас лучше всего. Он изменяет вас, он изменяет ваш характер, характеристики, он все это изменяет. Но не зацикливайтесь на том, чтобы стараться быть, как Роберт Пауэлл, сыгравший Иисуса из Назарета, чтобы каждый раз, когда вам нужно будет помолиться за изгнание бесов, вы бы не говорили, оставь его. Нет. Используйте свою уникальность, позвольте Богу течь через вас. Каким бы был Иисус, если бы Он пришел в вашем теле? Я имею в виду, что вы не будете внезапно вести себя по-другому. Нет, вы будете поступать немного по-другому, потому что вы изменились, но вы все еще остаетесь вами. Это ваша душа, ваш дух, вот где живет Иисус. Это Он делает вас тем, кем вы являетесь. Но ваша душа — это то, кто вы есть. Так что Он должен жить свою жизнь через то, кто вы есть. Не пытайтесь быть кем-то другим. Будьте уникальны. Аминь. Делайте это так, как лучше всего работают у вас. Хорошо, брат Зак, ты выйдешь? Хорошо. Что-нибудь получили сегодняшним утром? Хорошо. Благодарим вас за прослушивание этого урока. Если вы хотите получить информацию о том, как присоединиться к нашему движению, информацию об обучении онлайн в институте или локально у вас в городе, информацию о других материалах служения Джонджи Лэйк Минэстрис, отправить нам молитвенную просьбу, а также, если вы хотите сделать финансовый вклад на наше служение, переходите на наш сайт www.jjlmdefysrossia.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok